А еще более внутри этого... Как с банкиром? А нахера это вообще? Зачем вы даете деньги маме Лене? Зачем вы на нее что-то ставите? Если совершенно очевидно. Драконы у Дыни. Дыня всех победит. И она всех победит. Более того, и золото у Дыни. Да. А зачем вы сюда пришли? Это зачем? Если у вас есть задача получить бабки, а у банкиров только одна задача. Обращаться нужно сразу к Дыне. Потому, что Дыня дружен с бабушкой Аленой, у которой все бабло оставшееся. Не знаю, почему у нее, но вы так заявили. Ну, так вышло, да. Так, значит, идти нужно к тому, у кого золото уже есть. Потому, что маме Лене это золото нужно отнять. И черт его знает, получится или нет. Потом это золото перевести. Опять же, черт его знает, получится или нет. То есть, какие-то это ненужные риски. Просто лишние транзакции у всего этого. И лишние операции. Значит, нужно, как любой нормальный банкирован пошел бы к тому, у кого эти деньги есть. И выступил бы с предложением, что давайте вы заплатите королевский долг. И будете за это иметь наше самое неограниченное расположение в виде кредитов. Льготных под полпроцента годовых и все остальное. Ну, вот, пожалуйста, бабушка Алена отдает им бабки, никуда не ездя вообще. Это одна транзакция. Вместо трех. Причем там с большими рисками посередине. Одна транзакция. Всего лишь. Больше ничего не нужно делать. Банкиру к кому приедет? Ну, конечно, к Дыне. Вместе с бабушкой Аленой. Тем более, что к ним ближе. Ну, просто географически. Ну, чушь. Ну, во всем, короче... Я еще понимаю, что если бы вдруг так получилось, что банкира послали, Дыня сказал, да нахер мне вы нужны вообще. Я потом прилечу еще и банк ваш сожгу. Да. Потому, что вы мне не нравитесь, морды жидовские. Банкир такой... Ну, я даже не ожидал. Извините. И потом он едет к маме Лене. Вот это вообще легко бы понял. Это один кадр нужно было снять. Один кадр. Ну, что-то... Я повторюсь, что поступок внутри сценария должен быть мотивирован так, что персонаж не может поступить под руку. Вот не может. Не так, что... А, здесь вот так. А, тут вот. Что это за бред? С другой стороны, сценарий может ставить перед персонажем выбор, какой он будет делать. Делать так или так? Это другое. И вот мы тут вот так вот... Держать за сердце следим. А чего же он выберет-то? Да-да. Так это другой аспект. Это, так сказать, там, Саспенс нам создают. А это-то бред. Полный бред. Ничего не объяснили, он поехал к маме Лене. Бабкин ей давать. Зачем? Ты в своем уме. Ну, что за херь, блин? Да. Таке, собственно, к Ланнистерам. Да. Навербовали войско Ланнистеров, и оно исчезло навсегда. Просто его больше тупо нет. Как у нас нет войска Тиролов, которые вы нам показывали, которая тоже исчезла куда-то. Как у вас нет войска Дорна, которые вы тоже заявляли, видите, этих самых чуваков в красивых халатах, в косоворотках. Которая тоже куда-то исчезла. В плен взяли наебу одну. Она тоже, кстати, исчезла. Все. Больше ее нету. Ну, тут хоть как-то она там в камере сидит. Понятно. Ну, опять же, все дальше ее нету. Куда она делась? В камере сидит. После взятия Королевской гавани, между взятием Королевской гавани и пленением наебы времени мало прошло. Она бы там не умерла. Тем более, что приказ был, чтобы она точно не умерла. Чтобы она жила. Где наеба? Где сумасшедшая наеба, которую в конце повезут в санаторий лечиться? Да. Непонятно. Войска Тиролов нет. Войска Ланнистеров нет. Войска Дорна нет. Которая вы заявляли сами. Ну, черт возьми. Вы нам показывали. Посольство, например, которое с Мандалорцем приехало. Здоровенно. Там дорога до горизонта в этих лошадистых, в желтых. Куча знамен, куча гербов. За каждым гербом стоит знатная семья со своим войском. И больше их нет. Мы потеряли Хайгарден и Дорн. Как роскошного Джорджа. Пипец. Вы их нам сами заявили. Если бы нам их не показывали, вопросов было бы в 20 раз меньше. Но вы же их за каким-то хером показали. Для чего нужно было? Набрать людей от массовки до актеров второго плана. Нашить костюмов, наковать доспехов, придумать гербов. Которые там на плотере распечатать. Переделать их к деревяхам. Это все стоит денег. Оно для чего-то ведь стоит денег. То есть, для чего-то вы потратились. Я не знаю, сколько это стоило. Но это в любом случае отлично от нуля. Очень сильно. Вы зачем-то потратились. Вы нам их показали. Чтобы, извините, что... А ничего. А вот так. А ничего. Вот так и все. Ну, вот так вот. И похер. Есть же книжки. У меня куплена там пара. Какой дом, чего. Какой герб у них. Там трали-вали. Дома все эти. Все расписано. А это зачем все было? Ну, если его больше нет. Если вы это не показываете. Кстати, по поводу книжки. Есть же гораздо лучшее средство. Как обычно. Фанаты. Потому, что фанаты собрали такую энциклопедию семи королевств, что ни в одной книжке вы такого не найдете. Потому, что там, естественно, весь Мартин. Ну, и потом все кино с лупой исследовано тысячами людей. Тысячами, которые друг друга проверяли и вычитывали. Да. Да. Там все года жизни. У кого какого цвета это волосы, форма морды, калибр жопы. Все это сведено вместе. За вас вам делать-то ничего не надо. Это все уже сделано. Просто... Коллективный разум страшная вещь. Вдохновенный коллективный разум, которому это страшно нравится. Это ни за какие деньги не сделать. Никакая книжка такого не осилит. А вот парня сделали, а вы тебе даже не попытались воспользоваться. Вы что идиоты. Это же бесплатно. Лезь бесплатно в интернет, и у тебя все мануалы, все эти генеологические, гинекологические таблицы, все годы жизни и цвета гербов. Все собрано. Все. Это за вас уже сделали. Стоит ноль рублей. Они только счастливы будут, что их трудом воспользовались. И побегут смотреть твое кино в два раза сильнее. Да. И разнесут славу по городам. И увеличат количество просмотров. А значит сборы. Ну, как? У Питера Джексона почему-то хватало ума с комьюнити дружить и трудиться. Так что в конце каждой серии 15 минут. Это братская могила. Советчиков. Да. Кто там хоть какое-то отношение имел. Все упомянуты. Ники прописаны. Ну, что? Со всем уважением. А у вас? Похер. Я когда писал вместе с Александром Зоричем книжку «Пилот мечты. Во вселенной завтра война», давным-давно до моей тентрологии уже было написано три книжки и выпущена компьютерная игра. Вокруг которой собралась комьюнити. Да. Которым страшно все нравится. Мне выдали самого активного фаната из комьюнити. Который еще и чудовищно въедливый. Просто до занудства. Который каждую новую главу вычитывал. Ну, просто на предмет того, чтобы я не ошибся. Как у кого имя отчество. Где у него ударение в фамилии. Какой формы у него космический истребитель. Потому, что, опять же, вообще все, абсолютно все собрано в гигантской этой самой Википедии «Завтра война». Лезь смотри. Общайся, учитывая, что я контактный человек и никогда никого просто так нахер не шлю. Хотя иногда, конечно, шлю. Бывает. Бывает. Срываюсь. Все комьюнити, которая любила игрушку и первую трилогию исходную и много лет десять ждал продолжения. Оно меня до того, как я написал книжку, полюбило. До того. В итоге книжка вышла и через месяц бумажный тираж кончился. Пять тысяч экземпляров по нынешним временам – это до хрена. Пришлось печатать заново новый, потому что его просто комьюнити скупило. Вот на старте. Такой ход-то, в общем, довольно очевидный. Короче, это предпоследний эпизод. Остался ровно один. Восьмой сезон. По второму заходу разбирать не будем. Я даже смотреть его не хочу. Потому, что все-таки при просмотре как-то вызывало какое-то разочарование. При разборе натурально вызывает бешенство. Блин, что это такое? Издевательство. Откровенное издевательство над зрителем. Особенно, когда с карандашиком ты прошел от самой первой серии первого сезона, которые были очень хорошие, у тебя прямо на глазах это в говно превратили? Превратили. Не превратилось, а превратили. Вот эти два дегенерата, блин, крайне успешные. Авторы книги «Город воров». Спасибо. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Одна осталась. На сегодня все.